Так, открывайся. Ты работаешь, делаешь что? У меня всё, только в арке нахматривают. И всё? Да, у меня больше ничего. Стабильно? Ну, так, относительно. То есть, я... Такого... Ну, от 1000 до 1500 в день заработать получается. Ну, за 90% этого сколько сделаю? Ну, я посчитал. Ну, то есть, я учёт расходов всех. А свои заказы? Которые ты сам принесли? Это что? Какие сам принесли? Ну, вот то, что ты там подарки делаешь. А, ну, это мне весьма не делать. Ну, как бы, я делаю больше, чем мне платят. Так, ну, дай мне её просто. Мам! Спасибо. Мам! Это ты! Сейчас! Мам! 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 даже больше там разница, потому что там, хотя мало денег это получается, но там, как бы, какие-то клёвые и там можно свинку перелезать, ну, я уже знаю, что никто ничего не соплёт, то есть, ну, а сколько я хочу сейчас начать там сделать, отлизить себе трансформик или куликосфальт, ну, и там уже берёшь, там оставляешь, отлилку и сразу, ну, детальку, ну, и там, не знаю, клепать и такое, чтобы подавать, заработать денег, потом будет уже нормально, я скажу, нет, я сбежал вообще да, ну, я думаю, граммли, я всех не хочу, не хочу выиграть, ничего, я всё, я не люблю, я всё, всё, что я хочу все, что я хочу кинуть. Ну, и всё, это и… Блэк и себе, я могу разговаривать, чтобы не помочь ничего тебе Я делал вот это, типа, с практикой это не связано, а пройти ему сказать. У меня большинство же и правда ничего не делают. Ну да. У нас, допустим, старые люди... Ну, конечно. Печально. То есть там работают... У нас была группа из девяти человек, которые по времени работали. Из них, наверное, двоих там не надо. Ну, что-то нормальная работа такая. Что-то не надо. Куда-то... Взят на тактику. Здравствуйте. Мы с себя добраемся. Заботку присутствует. Взят на тактику. Где? Все. Взят на тактику. Взят на тактику. Взят на тактику. Все, главное дело сделано. А ты прям сильно покоишь? Да нет, не расстроен. Да и зрение там у меня вообще супер отличное. Я когда ходил проверял, короче. Да, вот, сколько я понимаю, у вас возникает все современные проблемы физики. И это возникает такая сборная соляга и с разными самыми темы. Я расскажу вам в таком гулянном ключе про достижения, касающиеся такой темы, как лазерное охлаждение нейтральных атомов. А на самом деле, это как бы вот те, кто был на зимней физической школе, я делал это два года назад, и вот это все то же самое. Рассказывать нечего нового. Может даже секретарь что-то забыл об этом. Значит, даже не меньше получится. Вот. Значит, тема эта, она действительно относится к современным достижениям физики, потому что в 2000 году за нее была получена Нобелевская премия. Вот. То есть это более-менее такие современные достижения. И вот эти три человека Чу, Коэн, Танунджи и Филлипс. Они, значит, получили Нобелевскую премию. Стивен Чу, Коэн, Танунджи и Вильям Филлипс. Вот. Значит, ну и, соответственно, лекция, она написана по материалам от Нобелевских лекций. Вот. Вот. Можно в оригинале посмотреть, вот здесь, в Киске физических наук. Значит, 169-й том, 99-й год. А, значит, мы должны ускориться раньше, как 98-й год. Получим. Вот. Ну, значит, во-первых, о чем идет речь, я пытаюсь сказать. Итак, речь идет о взаимодействии света с веществом. Ну, в этой теме, конечно, есть старые такие классические идеи. Вот. И, значит, сразу надо, что ли, разделить вот несколько вариантов этого взаимодействия. Понятно, что наиболее сильно свет будет взаимодействовать с ионами. Ну, свет – это магнитное поле, ионы – заряженные частицы. Ну, а как же иначе, да? Вот. То есть, и, значит, мы говорим о немножко другой области этой тематики – это о взаимодействии с нейтральными атомами. Да? Взаимодействие с нейтральными атомами. Вот. Ну, тем не менее, значит, еще в рамках классической физики такие эффекты взаимодействия были изучены. После появления теории, значит, электромагнитных волн, ну, Максвелла, вот, Максвеллом уже и была получена вот эта вот формула классическая – давление света на, значит, поверхность. То есть, если у нас есть какой-то коэффициент отражения – это РО, если у нас есть поток света, ну, плоская волна с плотностью W, с чертой, плотностью энергии, то давление света, понятное дело, пропорционально будет этой плотности энергии. Ну, есть некие геометрические факторы, то есть, у нас квадрат ФИ, там, где ФИ – это угол наклона. Ну, почему он такой, там, плотность энергии, пропорционально квадраты, значит, электромагнитного поля, напряженность электромагнитного поля, да, вот, значит, ну, поэтому, что смус квадрат. А это классическое, ну, классическое, что ли, предсказание, которое, ну, просто, как-то, связано с тем, что свет является материей, которая, ну, несет какой-то импульс, как и любая материальная тема. Вот, то есть, тут практически ничего не говорится о механизмах взаимодействия света с веществами. Вот, но, тем не менее, эти предсказания по поводу существования давления света уже можно проверять, и, значит, он оказывает очень малое давление, на поверхности Земли силы светового давления очень малы, вот, тут написаны цифры, да, 10 минус 5 мьютон на метр квадрат. Вот, то есть, чтобы измерить это давление, нужна какая-то специальная техника, скажем, это первый считается Лепедев, а в 1901 году у него статья вышла там, ну, вы, наверное, помните, на общей физике вы рассказывали про эти эксперименты, вот, то есть, вакуумная камера, значит, лепесточки на тоник и нити подвешены, вот, освещаются и, значит, вот, все разворачивается. Вот, ну, что можно сказать, но мы, сверху это то, что вакуум тогда имели, хорошие получают, поэтому часть эффекта, конечно, была обусловлена совсем другими силами, силами взаимодействия атомов вещества, которые остаются, ну, газа которые остались внутри этой камеры с освещенной поверхностью, ну, точнее, разница силы взаимодействия этих атомов с освещенной поверхностью и с неосвещенной поверхностью, но всё-таки это только часть а часть эффекта, а часть эффекта, конечно, была обслужена поэтому все, кто говорит про эту тему, обязательно на видео ссылается, что приятно, в том числе и близкие ловля, при себе аккуратненько, на все стороны. Ну, если говорить теперь об взаимодействии света уже с атомами, то, чтобы разобраться по порядку, надо вспомнить, что у атома есть степени свободы, которые можно условно разделить на внутренние степени свободы. Это, прежде всего, его электронная конфигурация и такая составляющая конфигурации, как поляризация спина в системе центра масс. Ну, в световой волне есть как электрические поля, которые взаимодействуют непосредственно зарядовой степени свободы, так и магнитные поля, которые взаимодействуют с этой спиной конфигурации. Ну и, соответственно, более подробно я об этом поговорю, но управление этими степенями свободы достигается с помощью оптической накачки, прежде всего, циркулярно-поляризованным светом. Вот, с помощью этого можно достигнуть высокой степени спинной поляризации. Вот, и второе, ну, это как бы влияние, значит, на спину свободы. Второе, это штатковские сдвиги за имановских подуровней. Вот, и, ну, это, как бы, тоже часть эффектов, которые связаны с влиянием на электронную конфигурацию. Ну и, кроме того, у атома есть еще внешние степени свободы, координаты инкрус, центра массы. И эти координаты, то есть эти степени свободы тоже управляются, ну, уже такими более классическими, что ли, силами. Их можно разделить на два типа. Во-первых, это диссипативные силы, силы радиационного давления или силы рассеяния. И дисперсионные силы. Это, так называемые, дипольные или градиенные силы, которые приводят к этому явлению, как трендинг. Вот. Ну, чтобы, как бы, понять, на самом деле, действия этих сил. Ну, дисперсионных, дисперсионных силах я это делаю. Вот. Достаточно представления, опять же, такой классической школьной физики. Вот, есть такая картинка про собирающую линзу. Вот. Значит, собирающая линза, да, вот так вот нарисована. Вот на нее падает плоский пучок света, да? Известно все. А потом, после нее, он вот так вот, что делает, сходится, да? Правильно? Вот. Но если посмотреть теперь на это с такой точки зрения, что свет – это материальный объект, да, он несет в себя какой-то импульс, то ясно, что вот здесь, вот в этом месте с импульсом что-то происходит. Вот. И если, опять же, смотреть, вот здесь составляющие импульсы так направлены, а здесь, ну, грубо говоря, те же фотоны, но они уже движутся вот так же, да, то можно понять, что импульс вот этих прошедших фотонов, что делает, чуть-чуть уменьшается. Правда? Ну, вот от этого прямолинейного направления они отклоняются, и, значит, сумма импульсов вот этих лучей, она становится меньше того импульса, который был до взаимодействия с линзом. А закон сохранения импульса, конечно, никто не отменял. И что получается? Что линза приобретает импульс в направлении куда? Вот сюда. Ну, теперь, если мы поставим еще одну линзу вот такую, и она будет что делать? Вот так вот сверху. Да, то получается, что эта линза будет двигаться вот сюда, а эта линза будет двигаться вот сюда. Ну, грубо говоря, так. На самом деле, чтобы, конечно, померить этот эффект, нужно прикладывать, ну, то есть организовывать там цветовой поток большой мощности, но современные лазеры это позволяют сделать, и, как бы, были проделаны там какие-то красивые эксперименты, когда, значит, ну, чтобы этот эффект был более виден, там делали таким образом. Ставили линзу, да, которая собирает цвет, да? Собирает цвет. Но получается так, что вот, ну, грубо говоря, угол, под которым свет падает на шарики, меньше, чем угол, с которыми они рассеивают свет. Поэтому у них, получается, любой эффект не всплывает. Вот и шарик, да? Вот и стеклянный шарик. Вот, ну, все тут, конечно, не так просто. Нужно учитывать еще и дисперсию света. Да, то есть разные длинный лун отклоняются на разную руку, да? То есть тут, как бы, импульс передается разный и так далее. Вот, но тем не менее, вот в рамках обычной школьной физики, как бы, если вот так к свету относиться к такому интересному объекту, то этот эффект можно понять. И, значит, второе. Вот в каком направлении будет двигаться, опять же, атом? Вот, это как бы, тут у нас такая материя, да? Вот. А, значит, если мы говорим о действии света на отдельный атом, вот, то, значит, дело в том, что энергия взаимодействия определяется вот таким образом, да? Значит, ну, дипольный момент, который возбуждается на атоме электромагнитной волной, надо умножить на величину вот электрической, напряженности электрического поля, вот. Значит, если эта величина будет положительна, да, положительна, то, понятно, что энергия потенциально уменьшится, ну, то есть, как бы, система будет каким-то образом вести себя так, чтобы уменьшать свою энергию, да? То есть, это хорошо. Ну, грубо говоря, атом будет двигаться тогда в том направлении, где напряженность электрического поля больше, да? Вот. А, значит, когда это произойдет? То есть, когда у нас, значит, дипольный момент сонаправлен к электрическому полю. Ну, если принять такую, опять же, классическую модель атома как осциллятор, значит, осциллятор в каком смысле, что есть, как бы, вот эта вот зарядовая степень свободы, которая под действием, ну, электронная оболочка, да, которая под действием электрического поля там совершает какие-то колебания, вот, с определенной частотой, вот, то если мы, ну, и у этих колебаний есть, как бы, своя частота, то есть, своя пружинка, своей жесткости, да, вот, то если мы будем посылать электромагнитную волну, у которой частота отстроена, значит, как бы, до резонанса, то есть, ну, частота меньше, чем, вот, частота собственных колебаний вот этой электронной оболочки. То, что произойдет? У нас, вот, эта электронная оболочка будет успевать подстроиться под электромагнитную волну. То есть, колебания будут происходить в фазе, в фазе с колебаниями электромагнитной волны. То есть, вот это вот как раз скалярное произведение, оно будет положительным, да, и поэтому атом, он будет стремиться в ту область, где напряженность больше, напряженность электромагнитного поля больше. А если, наоборот, мы будем светить на атом с частотой выше резонанса, вот, то получится, что у нас дипольный момент и электрическое, ну, вот, электрическое поле, они будут в противофазе колебаться. И тогда что получится? У нас будет, как бы, вот это скалярное произведение отрицательным, и тогда атом будет, наоборот, выталкиваться из электрического поля. То есть, вот эти самые дипольные силы, они имеют характер, ну, как говорят, дисперсионный характер. Вот именно поэтому мы их называем дисперсионными силами. Так, ну и, значит, теперь уже давайте посмотрим на вот эти вот, значит, идеи, которые позволили прийти к результатам, ну, вот, к этим температурам, которые достижены сегодня с помощью лазерного охлаждения. А наименьшей температуры, ну, там, на самом деле, используются некоторые дополнительные впечатления, порядка 10 нанокеги. Вот, 10 нанокеги. Значит, вот, ну, что ли, первая идея, которая, ну, позволяет прийти вот к этому охлаждению атома с помощью лазерного света, это, ну, рассмотрение вот этой задачи о рассеянии атомом света. Вот. То есть, что происходит, опять же, если смотреть на атом, ну, теперь уже как на квантовую механическую систему, то атом поглощает свет резонансом. То есть, у него есть некоторая своя система энергетических уровней, и чтобы атом поглотил свет, надо, чтобы частота подающего света совпала с одной из разностей вот этих уровней. Вот. Ну, не следует также забывать, что, на самом деле, эти уровни энергетические не являются бесконечно тонкими линиями, вот, а имеют какую-то свою естественную ширину. Вот. Поэтому, на самом деле, есть определенный диапазон значения энергии, в сечение которой это происходит. Вот. Ну, а эта ширина, с которой происходит рассеяние, это, на самом деле, она, есть частота, с которой атом может поглощать и спускать свет. Вот. То есть, вот эта полуширина возбужденного уровня, что-то. Так вот, значит, картинка, опять же, в рамках вот этой вот, ну, идеи о том, что атом может поглотить отдельный фотон, да, то есть, в такой корпусулярной модели, она очень, опять же, простая. Да. То есть, если мы представим себе, что, ну, вот, атом, как тут нарисовано, летит навстречу фотону, да, навстречу фотону, то после того, как он поглотит резонансно этот фотон, да, ну, то есть, целиком, раз, господин, вот, а импульс его, ну, при таком встречном движении, получается, изменится ровно на импульс поглощенного фотона. Разумеется, это очень маленькая величина, вот, по сравнению, значит, с массой атома, ну, и, значит, с характерным там, характерным импульсом атома, это какая-то достаточно маленькая величина, то есть она может быть меньше, ну, как бы, если брать типичную картину, то вот вокруг нас атомы, там летается скорость, ну, что, 300-500 метров в секунду, да, такая тепловая скорость, вот, и, соответственно, изменение импульса составит порядка, ну, если там посчитать, 3-х сантиметров в секунду, вот, то есть это, во сколько получается, ну, 10, что ли, 1000 раз меньше, да, примерно, 10-4, вот, но, дело в том, что дальше произойдет, ну, атом перейдет в возбужденное состояние и произойдет рассеянный свет, да, да, то есть, после того, как, значит, атом. обратно релаксирует к основному состоянию, будет излучен фото, конечно, той же самой частоты, вот, но фокус в том, что он может быть излучен в произвольном направлении, то есть он может быть отдых в обратном направлении, может назад излучен, вверх-вниз, да, то есть, излучение, вот, вот это вот, спонтанное излучение, оно изотропно, изотропно. Если мы теперь усредним импульс излученных фотонов, да, то, ну, сумма импульса всех излученных фотонов, это будет ноль, равновероятно все направления излучения. И, значит, получается, что в среднем-то все-таки атом воспринимает вот этот импульс падающего фотона, то есть он действительно как бы замедляется на вот эти три сантиметра в секунду, грубо говоря. Вот, ну, и насколько эффективен этот механизм, а это, значит, связано с тем, насколько эффективно атом может поглощать этот свет, то есть, грубо говоря, сколько за секунду атом поглощения, ну, и потом излучения он может передать. Это как раз та величина, которая обусловлена шириной возбужденного уровня, вот эта вот частота, да, способность поглощения. Порядка 100 миллионов в секунду, то есть 10 восьмой, это самое, герц, порядка, да. Ну, величина очень большая, если мы говорим о том, что импульс фотона меньше импульса атома в десять тысяч раз, но атом поглощения может быть 100 миллионов, то легко посчитать, что, значит, за одну, опять же, миллион, за одну тысячу неудовую секунду, за одну, но дело в том, что в световой волне, в световой волне, это же волна, то есть там значение магнитного поля меняется от точки к точке, если это такая конкретная, монохроматическая световая волна, как раз то, что вот лазер, да, есть. Вот, то есть, вот если это у нас такая постоянная во времени картина, да, то мы имеем, ну, вот такую застывшую, опять же, во времени картину расщепление вот этих займановских подуровней. В зависимости от значения магнитного поля в данной точке у нас это, значит, расщепление займановских подуровней, оно будет вот так вот, значит, то такое, то такое, да. Вот если у нас магнитное поле меняется периодически, то и это расщепление будет меняться. Ну, значит, получается, что мы как бы световой волной, световой волной, вот эти вот электроны, находящиеся в яме, значит, при движении атома в этой световой волне, у нас, как бы, электрон, он переходит из вот этой ямки на вершину, да, просто за счет того, что здесь магнитное поле было так, что займановский подуровень внизу, ну, а потом, значит, магнитное поле стало таким, что займановский подуровень, да, то есть, вот, перестать, вот. Ну, а дальше что? А дальше надо подобрать, значит, опять же, частоту таким образом, чтобы переход совершался с вершины, вот отсюда. Переход в возбужденное состояние, то есть, вынужденный вот этот переход, он совершался, значит, свершить, так, значит, ну, какое-то время там электрон находится, а потом совершается испускание, да, электрон, то есть, испускание фотона. То есть, что происходит? У нас, фактически, ну, как бы, кинетическая энергия, вот, она, ну, вот, с помощью взаимодействия, то есть, мы, как бы, атом перемещается в световой волне, да, за счет этого меняется его энергия, потому что он перемещается в магнитном поле, правильно? Но, затем мы заставляем вот эту вот приобретенную им потенциальную энергию, вот, и спустить в виде фотона, вот, то есть, происходит, ну, как бы, мы заставляем его перейти на возбужденный уровень, да, а затем, с этого уровня происходит у нас спонтанный переход, что получается? Вот, за счет движения электронов, то есть, кинетическая энергия, за счет движения атома, у нас кинетическая энергия превращается в потенциальную, правильно? То есть, мы, ну, вот тут вот это изображается, как такой подъем на горку, да, то есть, в магнитном поле мы движемся, и увеличим свою потенциальную энергию, кинетическая, переходит в потенциальную, а затем, с помощью вот этого, значит, возбуждения, то есть, вынужденного поглощения, и затем спонтанного испускания, мы, как бы, вот этот излишек энергии у атома отнимаем, вот. Ну, и, значит, вот как, этот самый СИЗИ, значит, атом опять оказывается внизу, вот в этой нижней замке, и вот так вот он испытывает вот эти циклы, значит, когда у него постепенно по кусочкам вот это вот генетическую энергию отнимает, 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 отнимает. Вот этот, так называемый СИЗИ. Вот, ну, и, значит, остальные, все последующие идеи, они связаны с тем, чтобы как-то пройти вот этот предел, который тут, значит, указан на этот, так называемый предел оттачи, ну, когда испускается фотон, никуда не идется, отдача существует. Вот. Так вот, этот предел оттачи, по-верху, одного у Меликевина, ну, разные существуют идеи по поводу того, как превзойти этот предел оттачи. И, значит, у него там есть такая очень характерная фраза в его работе, значит, говорил примерно так, что как бы, создавая технику вот этого лазерного охлаждения, ну, и там удержания этих атомов, мы с моими коллегами, значит, постоянно думали о том, как же это применять. Хорошая такая нацельность. И, значит, применение этих атомов, ну, во-первых, это, конечно, вот эти вот атомные часы, то есть, дело в том, что если вы имеете какой-то быстро движущийся объект, то время наблюдения за ним, оно, ну, у нас какие-то там разумные расстояния, скажем, порядка метра, оно очень маленькое, да? Вот. Мы представим себе, что у вас есть обычный газ, да, когда молекула, там, атомного газа, значит, у вас расстояние типа метра, он пробежит там за какие-то, сколько там, мили, ну, там, доли миллисекунд. Это вот характерное время экспозиции, значит, в течение которого вы можете наблюдать за этим атомом. Вот. Чем меньше время экспозиции, тем меньше точность определения, ну, разных характеристик. В атомных часах это, значит, вот там всяких, этих самых, частот, там, соответствующих переходов, да? Вот. Ну, между ними. Вот. А если вы имеете очень медленно движущийся объект, который там сантиметры в секунду, бежит, да? То есть у вас солидия экспозиции возрастает на порядок, соответственно. Соответственно, точность измерения тоже возрастает на порядок. И вот первое применение, это, конечно, вот в этих атомных часах. Вот. Ну, затем, значит, такие точные измерения вот этих там частот и так далее, то есть они приводят к тому, что можно наблюдать различные там, допустим, красные смещения, гравитационные красные смещения, вот прямо в лаборатории. То есть, грубо говоря, частоты, которые наблюдаются вот на этом уровне и на уровне потолка, они должны различаться за счет того, что гравитационное поле немножко разное, здесь и там, да? Вот. И вот увеличение точности вот на два порядка в атомных часах, она позволяет уже ловить вот этот красный изгиб. Ну, а дальше вы можете фантазировать. Хорошо. Если вы с такой точностью можете измерять гравитационное поле, значит, вы можете там, грубо говоря, создавать датчики, которые что-то там ущут под землей, ну, связанно с этим измерением гравитационного поля, ну и так далее. То есть тут возникает огромное количество приложений. Вот. То есть просто вот эти технологии, технологии атомных часов, может, уточняется. Затем, значит, ну, то, о чем я в следующий раз расскажу, это изучение вот этой Базейнштеймерской конденсации. Опять же, первое применение, то есть первое, о чем идет речь, это некоторые фундаментальные вопросы, да? Вот. Ну, а дальше, значит, с этими фундаментальными вопросами связаны всякие прикладные. Ну, вот эти Базейнштеймерские конденсаты, вот, это как бы такая атомная материя, переведенная в состояние волны, квантовой волны, позволяет вам создать, значит, какие-нибудь там, между тем, атомные лазеры. То есть если у вас есть конденентная волна света, это лазер отлично. А если у вас есть где-то волна вещества, вот, это будет атомная власти, так? То есть частоты другие, и другие возможности всех, опять же, измерений, связанные с этим прибором. Вот. Ну, вот атомная оптика, атомная нанолитография, и, значит, ну, пусть и виначу больше об этом рассказано, это техника, так называемых, лазерных пинцетов. Вот. Ну, это, на самом деле, мы возвращаемся вот к этим вот опытам, связанным с шериками, стеклянками, да? Вот. То есть, на самом деле, вот эти все механизмы, которые я говорил в самом начале, дипольные вот эти силы, да? Вот. Вот. Они позволяют, ну, в поле световой волны удерживать разные микрообъекты, ну, начиная с размеров бактерий и до размеров молекул. Вот. То есть, просто вот с помощью дипольных сил. И, значит, приложение, которое там возникает, ну, вот эта возможность манипулирования вот этими мелкими объектами с помощью лазера, ну, полей лазерных лучей, вот, она, ну, просто там поражает воображение. Допустим, измеряются силы, с которыми отдельные молекулы вот этих вот, ну, как вот этих, саркомеры там, или кто-то не... Ну, короче, молекулы белка, вот, которые у нас мышцы состоят из белков, и вот мы двигаем руками-то за счет чего? За счет того, что, в конце концов, на молекулярном уровне вот эти клубочки, то есть, молекулы, они сплетаются, как бы, в клубочке, да? И разжимаются, ну, вот, совокупно тести силы, аж движения, да вот, как бы, как, с какой силой отдельная молекула может сворачивать, с какой она может потянуть? Вот можно измерять эти силы. Или, значит, там, молекулы ДНК не просто, как бы, наблюдать, а, скажем, с помощью этих лазерных пинцетов их двигать, перемещать, там, пытаться расцепить, там, что-то такое сделать. В общем, как бы, для биологов вот эти вот инструменты, это, конечно, очень, как бы, такая важная вещь. Ну, отдельные уже темы, например. Ну, все, я уже закончил. Да, вопрос там, можно вопрос от этого? Там, вот, когда мы поймали охлаждённые атомы, вот, в этой вот, ну, в какой-то области, они не образуют никакую кристаллическую структуру, вот это. Нет, вот, и то, что они образуют, это скорее, вот, нет, понимаете, как? Вот, смотрите, как бы, мы всегда, конечно, если вы охладите вещество до достаточно низких температур, но при этом ещё достаточная плотность, что с ним произойдет? компенсация, да, то есть газы, которые превратятся в жизнь, без тех, кто это делает, это всё правило. То есть, тут законы физики не нарушаются, но если вы будете совершать вот такую хитрую штуку, вы охладите атом, а при этом плотность вещества небольшая. Какая возникнет возможность? Ну, вот, немножко подробнее об этом в следующий раз я вам скажу. Возьмите, очень интересная возможность, такая, не классическая. Охлаждённые атомы, медленно длижущееся частицы, это большие длинные волны Деброви, то есть, такие протяжённые кварталы, и вот, когда они, эти волны Деброви начинают, будут думать, перекрываться, возникают загрязнуть саму. Вот, то есть, это, как бы, длинуя обычную конденсацию, за счёт малой плотности и низкой температуры, можно прийти вот этим базэ-конденсатом, то есть, такому квантурному дилетному состоянию вещества. Вот, это не решётка, а это базэ-конденсатка. Ну, для этого надо, чтобы атомы были базочистки. Ну, то есть, эта вся структура всё равно разлетается, когда мы включаем вот это удерживающее тополь. Ну, то есть... Да, если есть окружение такое, оно, как бы, считается, всегда есть окружение. Ну, окружающее вещество нагрета, холод получить очень сложно. Да, 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 я об этом не говорил, но на самом деле, конечно, по идее, вот как воздух, который у нас в комнате, как его охладить до таких температур? Ну, светил он, него лазером, ничего не будет. Он сам горячий, и там, грубо говоря, всегда найдутся атомы, которые погорячее, которые вам... ну, всё это растолкает, короче говоря. Поэтому, конечно, там используются очень хитрые вещи. Ну, допустим, берётся подложка какого-то очень, ну, вещества, ну, типа графита, да, вот какая-то графитовая подложка, в которой вкачивается какой-то, вот скажем, инертный газ. Она охлаждается там до очень низких температур. Всё это дело факт. Вот. И потом, значит, чуть-чуть мы подсветим на эту подложку, и атомы из, как бы, ну, этих пор, там, графитовых, там, или каких-то, они раз влазят, и образуется такое облачко, клубочек. Вот не... вот эта ситуация, когда, значит, как вот у нас здесь в воздухе, все атомы, ну, есть очень горячие атомы, они никогда не дадут охладение. А там, как бы, исходно вот этот вот газ, этот, он в виде такого облачка, очень холодного, на самом деле. Вот его дальше и охлаждает. А вот, как вы говорите, у гостей температура приборительно охлаждают карту. Ну, гелий, как обычно, как правило, там, да гелий у нас температура, он ниже, но уж. Четыре гелия, там, да, есть. Вот с этого начинаем. Я все пытаюсь представить себе атомный лазер. Это же... Так, ну ладно, всё, я... Здесь, конечно, никто с ним поднял. Спасибо.